Выдающаяся дата сегодня во многом 18 марта 1965 года. Впервые человек вышел в открытый космос. Был это космонавт Алексей Леонов. Ну а в нашем городе, на киностудии Лендок, по этому случаю, сегодня состоится уникальное, наверное, в своем роде событие. Приехали к нам московские гости, которые будут создавать музыкальное оформление для немого советского фильма «Айлита». Ребята эти называются «Stolen Loops Project». Они у нас в гостях. Доброе утро. Григорий Калинин и Сергей Шельдаков. Привет, привет. Кому вообще в голову пришла такая идея? Отзвучивать немое, старое, немое кино? Ну, на самом деле, нас пригласили наши друзья, которые стали проводить подобные вечера на Лендоке. И мне позвонил мой друг, предложил мне. И, соответственно, я позвонил сразу Сереже, поскольку мы с Сережей давно пробуем что-то в музыке. И поэтому мы как-то согласились, заинтересовались. И вот мы здесь. «Stolen Loops Project» — это проект специально созданный под вот эту акцию? Ну, получается, да. По сути, это у нас в таком составе дебютное у нас выступление. И поэтому... Ну, а название было придумано мной в прошлом году. В какой-то момент я решил, что пора его использовать. И вот поэтому... Расскажите вообще о проекте, о том, что вы делали до этого. Есть видео в YouTube очень классное. Сейчас мы его покажем, кстати. Смешение стилей различных, да? Ну, да. Мы, на самом деле, знакомы с Сергеем очень давно. И мы пробуем себя вообще совершенно в разной музыке. То есть началось все с песен Леонида Федорова, которую мы с ним играли все время под гитару. Потом Сергей стал интересоваться всякими еще направлениями. Я там пробовать стал что-то в электронной музыке. И как-то мы что-то все время пробуем. Но как-то все это, видимо, как-то не было какой-то конкретики. То есть мы просто репетируем для себя что-то. У нас какие-то эскизы. У Сережи полно эскизов, у меня. И поэтому для нас сегодня это вот некий дебют. И мы решили попробовать именно конкретно электронный. А как это будет выглядеть конкретно на мероприятии? То есть это что, диджейский сет будет? Ну, все вместе, да. Что-то, конечно, что-то... То есть все, что, конечно, сегодня будет звучать, это написано специально для элиты, что-то прописано, где-то мы играем вживую. Сережа в основном играет вживую. То есть это не импровизация, это все заготовлено... Где-то куски импровизации. То есть у нас какое-то пространство для импровизации. Где-то отрепетированные моменты. Хорошо подготовленная импровизация. Ну, есть такой фантастический совершенно проект Cinematic Orchestra, да, который целиком занимается именно переозвучкой старых фильмов. И за счет этого он известен всему миру. Вы не планируете как-то развивать это направление? Не знаю. Может быть, нам было на самом деле очень интересно. Очень интересно. Просто когда находишь интересный материал, в данном случае это элита, мы хотели что-то поработать с какой-то фантастикой, наверное. И было интересно фантазировать на эту тему. А расскажите о фильме вообще. Как вы его откопали? И насколько интересно в 21 веке вот это кино смотреть? Это же первый фантастический фильм вообще в истории советского кино. Ну, просто вот мы думали, что это вот мы на тему фантастики, на тему космоса. Почему-то хотелось вот нашими музыкальными всякими вещами поразмышлять на тему космоса. И именно найти что-то такое аутентичное прямо. Да-да-да. У нас были варианты. У нас были вообще разные варианты. У нас был Метрополис, мы думали. Может быть, вообще взять на Сферату, например. Но не хотелось уходить в какой-то... Вашими будешь от отечественного производителя. Да, отечественного производителя. И вот взяли. А как вот фильм этот смотрится сейчас? Ну, ржачно, наверное, там эти спецэффекты все, да? Есть смешные моменты, да. Или можно вот человеку посмотреть его от начала до конца? Вы знаете, у нас возникали какие-то музыкальные настроения, вдруг неожиданно, которые, ну, вроде что-то смешное. Ну, и вдруг мы пробовали какую-то вообще, ну, что-то, нечто другое. И, по сути, ну, другое впечатление какое-то было от кино. То есть, на самом деле, интересно экспериментировать с настроениями. То есть, под какую-то конкретную музыку может эпизод смотреться по-другому. Вообще прогресс. Да, да. Для нас это было просто интересно самим, как зрителям. А какие бы еще хотели озвучить фильмы? Не знаю, мы не размышляли на эту тему так вот плотно. Но если позовут, все-таки будете больше предпочтения отдавать вот такой классике, если можно, ну, такую классику, наверное. Не знаю, не могу ответить на вопрос. Сереж, ты бы что хотел? Ну, не мое кино, оно же все равно классическое. Сейчас его редко очень снимают. Но если что-то снимут, вот современное не мое кино, возможно. Ну, как же фильм-артист, который тут гремел пару лет назад. Ну, это столь редкое явление, но мы рады предложить свои услуги. Гриша, ты там... Да, придется о личной жизни поговорить, не отвертеться. Гриша, обмолвился просто, что она кастыряется с супругом известнейшего инстаграм-влогера Ирины Горбачевой. А вы ее не планировали привлекать? Мне кажется, она бы очень классно вписалась в сегодняшний перформанс. Она бы могла танцевать на сцене. Да, она бы очень классно. Тем более, что Ира же снялась в клипе Ивана Дорна. Да, да, да. В клипе группы Зверя она снялась. Ну, возможно, Ира бы даже поучаствовала, но так сложилось, что у нее на выпуске спектакль, и она просто занята. Поэтому, ну, может быть, да, может быть, нет. Мы пока еще не знаем, в каком вообще, но как бы... Что она может? Что она умеет играть? Что не все ресурсы, да. В каком качестве мы должны быть? То есть мы не понимаем пока, кто мы сами еще, поскольку мы только себя пробуем. Поэтому, может быть, да. Но она давала интервью в нашей программе, танцевала как осьминог. Поэтому это... А как ты вообще отнесся к такой популярности бешеной, свалившейся на голову? Ну, супруги твоей. Ну, я обрадовался. Ну, мне кажется, мы немножко испугались. Ира тоже испугалась, когда там 300-400 тысяч появилось подписчиков. И у нее была даже, ну, как бы идея вообще оборвать это все. Она говорит, может, закрыть вообще. Потому что куча всяких комментариев, которые она там читала. И не всем тоже нравится. И она как-то это все испугалась. Я говорю, ну, давай посмотрим, чем это закончится. Ну, пока что, ну, по-моему, забавно. Ребят, удачного вам сета. Спасибо большое. Привет, большой супруги. Столли на Loops Project в нашей студии, а вечером на Линдоке. Сегодня на киностудии Линдок, приходите. А через несколько минут Максим Леонидов в нашей студии.